всем привет с вами тома и сегодня у нас будет распаковка обзор новой коллекции sweetbox по лицензии my little pony как возможно в курсе недавно компания конфетрейд выпустила очередную серию сладких коробочек на этот раз с поняшками с нашими любимыми поняшками они с теми поняшками которые они выпускали до этого я покупала эти коробочки по 127 рублей на интернет-магазине уголок сказки но скорее всего в рознице они тоже или уже появились или скоро скоро появятся и возможно будет чуть дешевле чуть дороже честно говоря не знаю я заказала себе прямо с сайта 10 упаковочек по 5 штучек они в таких боксах идут достаточно забавно первый раз заказывай именно коробками а также у нас на коробочке видно какие поняшки в этой коллекции спайк луна и наша главная шестерка 8 игрушек получается в коллекции именно конечно же перевели рэрити надо же через они не рарите такие вот коробочки на передних по моему артов у нас только твайлайт и пинки судя по всему видите боксу немножко отличается ну давайте будем открывать и посмотрим что же там за фигурки если кого интересует с обратной стороны коробочки у нас другие поняшки там у нас было пинки и твайлайт тут у нас твайлайт и дэш но надписи те же самые мармелад с игрушкой и тот же самый тот же самый спик с коллекцией и вот так все это выглядит давайте откроем коробочки начнем с первого бокса то есть первых пяти коробок как мы видим здесь у нас как и говорила только пинки и твайлайт соответственно с одной стороны пинки с другой стороны твайлайт на обороте у нас также есть еще раз список персонажей адрес сайта мармелад с игрушкой ну и тут все то же самое мармеладки как у них обычных даты выпуска давайте попробуем открыть кто же нам попадется ага они сюда просто скотч стараюсь открывать как можно бережнее не хочу поцарапить коробочки они очень миленькие внутри у нас мармеладки и поняшка поняшка у нас в пакетике розовым маленький пони внезапно с окошком кстати изображения самой поняшки нету но тут вот через пакетик ческа видно что это дэшка мармелад у нас мишки классические мишки потом попробуем ближе к концу ролика давайте откроем пакетик такой обычный розовый пакетик и внутри у нас очень похожа на ту дэшку которая на этом на табуретке помните качалась в серии где она пыталась сдавать экзамен вообще очень клевая шикарная мордака такая они кстати не бархатистые если вы помните открывала и недавно вот эту бархатистую поньку из другой серии поняшек они вот именно бархатистенькие были нет эти чисто пластмассовые по росту кстати чутка ниже чем эти большие поньки хотя на коробочке то одни размером если сравнить с баймбэгом то самую капельку уши баймбэга дойдут по моему вообще шикарные мне нравится выражение морды глазки у нее такие и роти и милота да и только кстати внезапно неплохая неплохой цвет в челке нету только красного сзади конечно немножко на косячи красного сзади у нее не было ну дэш у нас всегда страдает неправильным расположением цветов в гриве и хвост у нее почему-то однотонный так фиолетовый но все равно забавно поза вообще нет что еще крылышки эти раскрыты ей сзади у нас с хазбра внезапно кстати фигурка не знаю полая не полая но дырок никаких нету навес достаточно легкая крылышки мягенькие но вряд ли они отломаются вроде хорошо отлита но естественно какие-то мелкие косяки при отливки это все понятно было бы странно если бы все вообще шикарно и шикарно но мне нравится ее выражение морды вообще что-то с чем-то дэшка ты самая клево так и карточка карточка rainbow дэш очень смело и целеустремленная пони и страсть полета и чем быстрее тем лучше скорость проворства уверенность готовность к переключению в этом вся она rainbow дэш следит за погодой может расчистить небо от тучи считанные секунды мне нравится что именно оставили каноничные не надо нам радуг все-таки rainbow дэш звучит приятнее и как-то привычнее и вот даже там крылышками она машет задней стороны у нас еще раз все поняшки как мы видим главная шестерка луняша и спайк и наверное вот этих позах они примерно в таких и должны здесь быть собери всю коллекцию адрес сайта еще раз давайте открывать дальше следующая понька у нас твайлайт судя по всему ну мишки все те же самые только другие цветов давайте откроем пакетик и принцесса твайлайт ого какая здоровая понька нет она чуть-чуть даже выше чем rainbow дэш что-то я смотрю мне как-то по ощущениям она больше но все правильно в принципе она стоит если сравнить blind bag вообще прям шикарно принцесса королевна еще с открытыми крылышками забавная не очень толстенькая правда такие несколько плоскловатенькие но опять-таки мне нравятся их вот эти рандомные позы и открытые крылья в коем-то веке принцессам нормальные большие крылья хорошо делают меточка на месте кстати метка с одной стороны забыла сказать тоже раз покраска но тут понятно тут только у нее одна полоска темные синицы это все правильно крылышки нормально мордочка вроде даже ровненько может быть самую малость крео вот этот глаз мне кажется чуть ниже надо было но смотрится хорошо стоит стоит хорошо стоит и рок на удивление даже прямой на забавненько так ну в общем то же самые мелкие огрехи но все понятно крылышки можно даже развернуть да можно кстати их чуть-чуть раскрыть тоже они вроде немножко сохраняют форму какое-то время крылышки у нее конкретно отдельно на спине приделана здесь и талька здоровская принцесса карточка принцесса очень умна прирожденный лидер помогает подружкам достигнуть цели используя умение и способности и при этом узнает что-то новое самой себе своих изумительных друзьях любит читать книги знает все созвездия пони прислушиваются к ее мудрости и высвечаются ее благородством такая у нас принцесса твайлайт сзади все то же самое давайте открывать следующую третья понька мармелад понятно и понька понька рерити у нас понька вообще красотка глядь и на этот томный взгляд смотрит куда-то в сторону беленькая по сравнению с блэмбэгом тоже достаточно высокая поняшка но мне кажется до самой малость ниже твайки ну твайка у нас нынче королевна все это понятно твайшка по сравнению у нее очень клевая грива вообще все эти завитушки супер смотрится с вот этим рельефом волосиков тоже здорово меточка с одной стороны беленькая глазки просто тот взгляд рог чуть-чуть вверх у нее скошен но тем не менее норм так чуть-чуть под самым углом причесочка тут все нормально ну тут даже вообще по-моему без косяков особых глазки по моему тоже на одном уровне очень милаха очень грациозная фигурка супер мне нравится стоит ну чуть-чуть она переваливается но тем не менее норм стоит карточка заботливая рерити любит давать подружкам советы о новинках моды и прическах для пони она прирожденная швея и искусственный дизайнер одежды ничто не делает наряды рерити прекраснее чем драгоценные камни которые она умеет находить с помощью волшебного рога вау слушайте какие подробности все-таки на карточках этих персонажей в плане того что я нигде не раньше в мяче не видела чтобы упоминали способности рерити находить драгоценные камни все-таки это такая прям отсылка к сериалу по моему в дизайнерах этой серии затесался какой-нибудь броняша давайте смотреть дальше и следующий у нас так опять дэшка да по моему или не дэшка вроде дэшка ну сейчас на всякий случай откроем да там у нас еще одна рейнбл дэш ну давайте глянем отличаются они чем-то или нет и сюда вторая рейнбл дэш да нет вроде одинаковые вроде прям больше рейнбл дэш панк has been double так давайте смотреть дальше и последний пакетик из этой коробки еще одна твайл это серьезно да там еще одна твайл это ё-моё все что не такие все повторные марклатки ну и твайка тоже как-то твайка в принципе ничем не отличаются так по моему вообще один в один давайте перейдем к второму боксу кстати только сейчас заметил эту чудесную надпись не откроешь не узнаешь паралинка такая суды на учитывая повторки так тут у нас опять рейтинг да ё-моё сколько можно повторок ну что такое давайте сразу смотрим дальше следующая паняха у нас вы не поверите снова рейнбл дэш вот я вижу ее затылок так интересно вам видно или нет но это в общем точно она даже пока вскрывать не буду давайте смотреть дальше следующая поняшка у нас снова рейрити как вы видите знаете у меня такое впечатление что они просто других пони еще не выпустили дальше у нас опять дэшка и последняя коробочка ммм твайлайт да твайлайт это твайлайт в общем у меня такое подозрение значит это было у нас получается с первого бокса было две дэшки две твайлайт одна рейрити а со второго твайлайт две дэшки две рейрити так по моему было я если что поставлю аннотации если неправильно посчитала в общем я такое впечатление что просто других пони они еще как бы не выпустили я вам наверное ставлю с этого официального их сайта sweetbox где он тут был там скорее всего есть фотки всей коллекции я вам наверно вставлю чтобы вы посмотрели на остальных пони и скорее всего их пока банально нет потому что вы видите два бокса и одни повторки честно говоря я не знаю что с этими повторками буду делать но в крайнем случае отвезу на дёргфест не знаю на ну обменять наверное их пока не нужно возможно мне нужно будет их на лоточки приобрести потому что конечно по три дэшки и по три твайлайт мне не надо меняться пока не на что поэтому наверное не знаю на будем продавать в крафт мне таких красавиц даже жалко пускать они просто клевые вообще шикарные тогда выйдут тогда все остальные без понятия если будете заказывать вот так вот с этими имейте ввиду что не заказывайте много потому что вы не простираете как видите пока достаточно 1 бокса на 5 штучек чтобы собрать все что пока вышло когда выйдет остальное без понятия и вообще честно говоря в шоке что они упустили коллекцию таким куском если вы покупали такие sweetbox и вам приехал что-то другое ну то есть другие сколько их там 5 пони осталось вы мне пожалуйста напишите в комментариях мне просто банально интересно может быть этой конкретно мне так повезло в кавычках как обычно или это как-то зависит от может быть региона я не знаю я заказываю из московского интернет-магазина соответственно уголок сказки на в общем если вы уже покупали такие sweetbox и у вас были другие поняшки напишите пожалуйста об этом в комментариях то что мне реально очень интересно знать а где все остальные японии я такого забудла честно говоря не ожидала я думаю что из десяти коробочек можно было собрать хотя бы пол сетом но тем не менее найдем я думаю дом нашим всем повторочкам тем более что они пока не особо широко продаются и надеюсь вам было полезно это видео до встречи в следующих с вами была там а пока а совсем забыла сказать про мармелад попробовала я мишек норм мишки кушать можно так что покупайте не стесняйтесь но не покупайте сильно много пока пока